всем привет и добро пожаловать снова на мой канал вот и началась новая неделя я снова с вами я этому очень рад надеюсь вы также выходной у меня был один прошел он быстро как всегда я особо ничего не понял несмотря на то что у нас в украине перевели часы на час назад я не знаю лично как вы к этому относитесь но я негативно я не хотел чтобы переводили часы потому что и так как бы световой день короткие теперь еще он стал короче поэтому ролики будут выходить на час позже у тех у кого часы не перевелись то есть вы поняли да когда они выходили всем а теперь когда у меня будет всем по новому времени это получается 8 по старому круче этому разберете самое главное что ролики будут не переживайте насчет выходного особо ничего вам рассказать не могу поскольку входной мне прошел нетипично для меня я не люблю такие выходные знаете когда ты целый день занимаешься домашними делами уборка стирка и все такое прочее я вообще всегда против этого но иногда приходится делать а тут еще так все совпало что в этот день все были за ну как заняты то что заняты у меня просто все пристроены уже практически в плане там семьи отношений так далее а мне честно признаюсь не особо интересно ходить в гости к парам не потому что я там как-то негативно настроен просто вот неинтересно я не знаю как у вас то происходит жизни вот мне хочется вас услышать вы вам нормально или нет но мне правда неинтересно вот мне интереснее проводить время с людьми которые вот со мной на одной волне да когда ты принадлежишь сам себе как бы не должен там кому-то звонить писать отчитываться тебя тоже никто не будет этим напрягать всем а тут получается когда там с кем-то договариваешься а я спрошу там я спрошу я спрошу так вообще как будто ты договариваешься не с другом или подруга договариваешься женами мужьями и так далее но я все понимаю нет я не за то что там люди должны быть холостыми ни в коем случае просто я понимаю что у людей там образовался свой союз я как бы все окей нормально оживите они вот это вот приходи в гости приходи ну я раз там пришел два пришел но не интересно правда не интересно не мое это хочется быть с людьми на одной волне когда у людей своя там атмосфера романтик и уже начинаются какие-то там бытовые моменты это их тело так что так получилось что на этой неделе все практически там были заняты своими романтическими вечерами и так далее ну звали там гости на не захотел то мы ладно давно я думаю и наводил порядок пора бы как раз вот все так совпало что нужно это сделать хотя я не люблю это делать выходной день я стараюсь знаете вот эти все моменты уборки стирки и так далее в течение недели все это постепенно сделают чтобы выходной был нормальным выходным вот ничего не делать Либо идти гулять, либо просто лежать, смотреть что-то и вообще отдыхать. Вот выходной должен быть выходным, но в этот раз у меня не вышло. Но я не жалуюсь, все окей, все нормально. Зато чистота и порядок. Погода, кстати, хорошая, приятно радует, потеплело. Мне это очень приятно. Что еще хотел сказать? Я заметил, что сейчас люди начинают приспосабливаться к новым реалиям. Там выходил, смотрел. В барбершопе не было света, короче, и они выставили. Но еще был день, светло было, и они не растерялись. На улицу кресло и прямо на улице стригут. Ну да, прикольно, молодцы. Слушайте, креативный подход. Естественно, все выкладывали на свои страницы. В общем, люди, как видите, даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях, все равно находят выходы, чего и вам всем желаем. А еще очередная картина у меня перед глазами. Вчера была на удивление, понимаете, уже как бы и весь день прошел. Я там бегал, занимался домашними делами. Тут вспомнил, что нужно в магазин сбегать. Я, в общем, несусь в магазин, обратно иду уже не спеша. Уже такое вечернее время было, и передо мной шла пара. Не знаю, сколько им лет, там, 50 плюс, неважно. Муж с женой шли вдвоем, и она немножко так прихрамывала. Видимо, у нее нога болит или что, в общем, я не знаю. Ну, короче, она немного прихрамывала. А он пытался как-то ее там то под руку взять, то как-то перись на меня, то еще что-то. А она вот себя странно так вела, честно, я не понял этого. Она его начала лупить, кричать на него. А он стоит, он уже не знает, как сделать. Думаю, чё? А зачем это делать? Я не понял этого, правда. Получается, я понимаю, что, наверное, где-то там что-то, может, надавило, защемило боль. А он-то тут при чем? Он-то пытается тебе, наоборот, помочь, а получается, кто ближе всего, то ты получит сразу в прямом смысле слова. Короче, она его так странно отчитала и орала на него, и била. И прям, стой тут, иди сюда. Он уже не знал, что делать. Я такой думаю, так надо быстрыми скачками уйти, чтобы я не видел эту картину, потому что мне это неприятно. Я могу сказать точно, что я бы этого не потерпел бы, правда. Я все понимаю, нам всем бывает больно, нам всем бывает плохо, там дискомфорт какой-то еще, но это не повод для того, чтобы быть грушей для битья. А такие картины, я, кстати, часто наблюдаю, когда люди почему-то позволяют себе срываться именно на самых ближних. Ну, при чем тут я, если у тебя что-то болит, правда? Ну, это как-то с этим работать, держать себя в руках. У вас как с этим? Вы себе такого позволяете? Срываетесь на своих мужчин? Лупите их, что-то беспокоит или просто настроение плохое? Или все-таки понимаете, что этого не нужно делать? Я не то чтобы с осуждениями, я понимаю, что у каждой семьи там свои правила, своя идея, своя атмосфера, но просто хочется послушать ваше мнение, как вы к этому относитесь. Так что вот такой был у меня выходной. Ничего особого не происходило, так что рассказывать нечего. Уборка, стирка, глажка. Ой, глажка, что я не зубы? Я не глажа, я терпеть не могу, ладно. И так все нормально пойдет. И все, сбегал в магазин и больше ничего. Не захотел пойти в гости, меня там звали. Одна пара, вторая пара. Думаю, ой, нет, спасибо. Развлекайтесь сами, я вам что-то, ада? Ну, типа, понимаю, что со мной весело, им там классно. Я такой пришел, пошутил, повеселил, там все сделал. А мне с этого что? Я от этого не получаю. Я же не тоже там звезда какая-то, что мне нужно зал вокруг себя собрать, чтобы мне похлопали. Это делаю не для этого. Я просто веселюсь и шучу, потому что мне это нравится. Вот и все, это происходит как-то непроизвольно. Когда вот, не знаю. Короче, может это неправильно для кого-то, странно. Все нормально. Но мне кажется, вы знаете, семейным парам лучше дружить с семейными парами. Одиночкам с одиночками. Так, наверное, правильнее. На этом мое сегодня вступление все. Всем желаю впереди прекрасной, продуктивной недели. Самое главное, чтобы все были здоровыми. Самое главное, чтобы было мирное небо над головой. Ну и, конечно же, хороший настрой, много позитива и всего самого хорошего. Я вам этого искренне всем желаю. А также уже прямо сейчас можете ставить лайки и подписываться. А всем, кто уже это сделал, вы большие молодцы. Я вас благодарю. А теперь мы врываемся в новости. Всем приятного просмотра. Погнали. Национальный отбор Евровидения в Украине еще не начался. И вот уже первый скандал произошел. Ну, как скандал. Значит, Катя Чили, эта певица, сообщила, что ее песню снова почему-то не взяли. Она уже не впервые пытается представлять Украину на Евровидении, но пока что не проходит даже национальный отбор со своей песней. Напомню, что на днях объявили лонглист из 36 исполнителей, из которых отберут лучших, кто будет бороться за право представить Украину на песенном конкурсе в следующем году в Ливерпуле, Великобритания. Среди имен в списке Катя Чили себя не увидела. Но, к счастью, на этот раз ей уже не так обидно, и она с любопытством будет наблюдать, кто же пройдет из артистов финал нацетбора. И вот ее комментарии. Наша песня снова не прошла первое отборочное Евровидение, ну и ладно. Нет, не горько, не удивлена. Посмотрю, кто пройдет. Это просто берега. Значит, мое русло другое в этом году. Так написала Катя Чили. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Авторы будущей биографической картины под названием «Ли», которая расскажет о жизни военной корреспондентки Ли Миллер, представили первые официальные кадры по съемке. На них мы с вами можем увидеть Кейт Уинслет в роли не менее звездной модели, а также военного фотографа времен Второй мировой войны Ли Миллер. В июне 20-го года, после многих лет предположения, было подтверждено, что все-таки Кейт Уинслет сыграет роль Ли Миллер в новой драме режиссера Элен Курас. В основе фильма биография «Жизнь Ли Миллер», написанная Энтони Пенроузом, сыном Миллер и ее вторым мужем Роландом Пенроузом. Ну и также хочу сказать, что у будущего фильма будет роскошный актерский состав. Так что звездный состав там просто фантастический во главе с Кейт Уинслет. Я думаю, что это будет очень крутой фильм. Ждем с нетерпением и пожелаем им удачи, чтобы все прошло на высшем уровне. Любовь Успенская бросила все свои силы на продвижение своей любимой доченьки Татьяны Плаксиной. Не только примирились, теперь Любовь Успенская решила стать еще и продюсером и сделать все для того, чтобы ее дочь стала очень популярной и известной артисткой, певицей. И так сказать, чтобы выглядеть максимально красиво и эффектно, Любовь Успенская, во-первых, сама решила снова лечь на операционный стол ради нового пышного бюста. Вот что она сказала. Хочу себе грудь сделать, у меня здесь немного свободно. Также и дочь Татьяна Плаксина не отстает от мамы. Они, видимо, решили вдвоем пойти на этот челлендж так называемый. Она также заявила, что недовольна своими формами, сказала, что хочу грудь побольше. Потому что в шоу-бизнесе, по их версии, должны все выглядеть эффектно, красиво и с большой грудью. Так что сначала грудь, а потом сразу, видимо, новые песни совместно с мамой или по отдельности, но Любовь Успенская решила стать, как я понял, продюсером своей же любимой и единственной дочери Татьяной Плаксиной. Пожелаем им удачи, комментируйте, а мы двигаемся дальше. А вот еще одна новость, которая меня просто потрясла. Врач случайно лишил жизни свою любовницу во время орального секса. Знаете почему? Потому что он на свой причин дал, насыпал сахарной пудрой, вы поняли, да? О чем я говорю. И в итоге женщина ушла в мир иной от передозировки. За эту упороченную связь немецкого хирурга упрятали за решетку на целых 9 лет. У погибшей остался муж и сын, которым врач теперь должен выплатить компенсацию. И это невыдуманная история, друзья. Это абсолютная реальность. Иногда я не перестаю удивляться, потому что, повторюсь, для меня врачи, они для меня как боги. А вот каждый раз, когда такие истории слушаю, я, мягко говоря, офигеваю. Вернемся к истории Собчак. Она, значит, впервые прокомментировала свое бегство. И вот что она рассказала. Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я не в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если подарила вам улыбки в этот сумрачный вечер. Напомню, Ксения Собчак не так давно покинула быстро свою страну. В ночь на 26 октября через Беларусь пешком в Литву шла. Ну, в общем, не буду повторяться. Все это, конечно, выглядит очень непонятно и странно. У каждого своя версия. Правда, как обычно, нам никто не скажет. Я уже говорил, что, скорее всего, либо от чего-то отвлекают. Либо это такой специально разыгранный трюк для того, чтобы усидеть на всех стульях, как и раньше. Потому что, повторюсь, если бы хотели, ее, конечно, бы арестовали, посадили, все отобрали и все бы сделали. Значит, не так сильно хотели. Ну, а Ксения Анатольевна у нас не впервые уже включает режим актрисы, поэтому верить ей это тоже себе дороже. Так вот, пока все нападают на Ксению Собчак, Рената Литвинова решила ее поддержать. Да, конечно, смотришь на это все и очередной раз убеждаешься, чисто вот если отвлечься от персоны самой Собчак, насколько живут люди, радуются чужим падением. Вы не подумайте, что я вообще, в принципе, переживаю за Собчак. Уж она, как и все артисты, не пропадут никогда, поверьте мне. У них все в порядке будет, как бы они там не плакали, не страдали, а тем более Собчак. Удивляют только люди, обычные люди, которые вот даже пишут мне это под видео, которые, видимо, забыли о себе, о своей жизни и все время так переживают за звезд. Честно, ну это ваше право, конечно, на что тратить свое время, но я удивляюсь этому, правда. А со звездами все понятно. Так вот, образно говоря, да, вот Собчак, да, она сейчас споткнулась, упала. Ну, по крайней мере, так это все выглядит. Нам так это все показывает. На самом деле, это, конечно же, очередной хитрый план, как я уже говорил. Но допустим, что это так и есть. Коллеги тут же повылазили и давай ее мешать с фекалиями туда-сюда. А чего раньше-то не делали этого, хочется спросить. Кто же вам не давал? Что же вы сейчас такие все вдруг смелые, разговорчивые? То есть, получается, боялись, сидели как мышки. А сейчас вот все вдруг распушили свои павлиньи хвосты и начали тут выступать. Очередной пиар, понимаете, теперь вот на ее имени решили. Так вот, пока все ее мочат, Литвинова вдруг неожиданно решила за нее заступиться. А я напомню, что с Ренатой Литвиновой у них также были часто конфликты. Ну, по крайней мере, так об этом говорят. И вот ее цитата. Когда кидаются все на одного и травят, хочу по-человечески поддержать Собчак. Друзья, ну что вы, как вы думаете? Что же там произошло? Давайте ваши версии. Я читаю, кстати, разные комментарии, столько версий. И что она там хотела сделать какой-то очередной громкий выпуск. Даже не из-за того, что она там летала в Израиль. А именно, в общем, что-то связано со своей родиной. Видимо, узнали и не дали. Кто-то еще что-то говорит. Не знаю, как там на самом деле. Говорю, нам правды никто никогда не скажет. Риана впервые после рождения первого ребенка появилась на красной дорожке. Компанию, естественно, ей составил ее любимый, Асап Рокки. Все это произошло на мировой премьере «Черная пантера» от Marvel. Там же, собственно, и была презентация ее новой песни, о которой я уже говорил. Последний полноценный альбом Рианы, «Анти», вышел, напомню, в 2016 году. В сентябре также еще стало известно, что Риана выступит на «Суперболе-2023». Она не выступала на сцене уже 5 лет. Последние годы, как вы знаете, она занялась своим брендом. И у нее неплохо получается. Она там хорошо зарабатывает. Зачем себе изматывать, носиться по миру всему, да? Тратить энергию, когда можно просто уже расслабиться, продавать свою продукцию и зарабатывать хорошие деньги. Что, в принципе, я понимаю, поддерживаю. Я бы, наверное, так же поступил. Но если рассуждать с точки зрения поклонника, то, конечно, хочется сказать, Риана, ты не обалдела? Тебя же любят. Хотят слышать новые песни. Выходи, порадуй хоть со старыми хитами. И этому будут рады. Надеюсь, что она вернется к своей прежней профессии, изначально за которую и полюбили миллионы. Кэти Перри и Орландо Блум женятся. В марте 2020 года Кэти Перри и Орландо Блум планировали пожениться. Однако во время подготовки к торжествам влюбленные столкнулись с некоторыми трудностями. Поэтому свадьбу пришлось перенести на неопределенный срок. Если вдруг кто-то не знал, свадьбы, как таковой, еще не было. Ну и на днях появилась информация, что они возобновили подготовку к важному событию в их жизни. Дело в том, что они мечтают о пополнении в семье, поэтому решили не медлить со свадьбой. По словам источников, Кэти Перри не хочет идти к алтарю с животиком. Сейчас Кэти и Орландо продумывают подробности предстоящего праздника. Они еще не определились с местом церемонии. Дата проведения свадьбы также пока еще неизвестна. Но известно то, что они планируют и свадьбу, и ребенка. А это прекрасно и замечательно. Порадуемся за эту красивую пару. Танцор и хореограф Евгений Кот прокомментировал отъезд своего коллеги Влада Ямы в США во время войны. Евгений Кот признался, что, во-первых, он не осуждает поступок Влада Ямы. Однако до сих пор не может понять, каким же образом, как ему удалось во время войны выехать из Украины. И вот его цитат. Я не осуждаю никого. Это жизнь, и каждый принимает решение, которое он хочет. Для меня вопрос, как люди покинули страну. Как законным путем можно было уехать, если в 5.30 утра у нас в стране было введено военное положение. Сейчас я здесь. А что касается Влада, ну, так он сделал. Я не осуждаю людей, которые не хотят воевать. Есть люди, которые там боятся крови. Может, он из таких. Не мне его судить, а нашей системе правоохранительной по нашим законам. К тому же, общество тоже должно давать определенную оценку действиям наших селебрити. Да, очень хотелось бы, чтобы наше общество немножко открывало глаза на все, что реально происходит. Потому что, когда читаю комментарии, просто удивляюсь, как иногда люди готовы просто вот себя там, рубаху на себе разорвать. Не дай бог я что-то скажу про кого-то не так. Смешно это, конечно. Еще раз хочу сказать, дамы и господа, помните, что самый важный человек в вашей жизни – это вы и только вы. И поверьте, пока вы тут переживаете за кого-то из звезд, у них все в порядке. У них всегда будет все в порядке. Они выживут и переживут все. А вот справитесь ли вы с этим? Вот это вот большой вопрос. И мы все с вами здесь. Поэтому думайте всегда только о себе. Илон Маск распорядился начать сокращение сотрудников, приобретенной им компанией Twitter. Все-таки информация подтверждается. Число сотрудников, попадающих под сокращение, не указывается. На данный момент Twitter работает около 7500 человек. Так что все-таки Илон Маск решил убрать людей. Но кажется, еще непонятно, сколько людей он хочет сократить. Сотрудники должны быть уволены до 1 ноября. Даты, когда работники получают гранты в виде акций компании. Так что вот такой вот он суровый руководитель Илон Маск. Я не знаю, правильно он поступает или нет. В любом случае, это его бизнес. И ему решать, как поступать. Дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой выпустила свой первый клип. Для тех, кто если вдруг не знает, кто такой Юрий Никитин. Это известный украинский продюсер, который открыл немало талантов. Кстати, он сотрудничает также с Андреем Данилко. Ольга Горбачева когда-то в прошлом ведущая. Его супруга пела даже когда-то. Полина так зовут дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой. Так что если кому-то интересно, вы можете переходить и слушать новый видеоклип. Точнее первый видеоклип дочери Юрия Никитина и Ольги Горбачевой. Он в стиле аниме. Генри Кавилл покинет сериал Ведьмак вдруг неожиданно с четвертого сезона. Знаете, кто его заменит? Лиам Хемсворт. Я думаю, что фамилия Хемсворт вам о чем-то говорит. Да, это тот самый брат Криса Хемсворта. Крис Хемсворт играл Тора. Я думаю, все знают. А Лиам Хемсворт также актер. Он известен по голодным играм. И вот он теперь заменит Генри Кавилла. По какой причине Генри Кавилл уходит? Пока что не ясно. Но я думаю, что скорее всего это связано с тем, что он возвращается к сотрудничеству с компанией DC. Поэтому, наверное, не будет хватать ему времени на все. И вот его заменит Лиам Хемсворт. Но если честно, я не совсем люблю, когда ты посмотришь сериал. И ты привык видеть главного героя именно в этом облике. А тут вдруг появляется другой актер. Мне такое не нравится, честно. Такой же момент произошел, получается, в сериале «Дом дракона». Я понимаю, для чего они это сделали. Потому что там, получается, девочки 16, а тут уже чуть больше. Она стала мамой, рожает и так далее. Но как-то это, может, из-за того, что произошло слишком быстро. У меня как-то гармонии не получилось. Ну, это чисто мое, не знаю, как у вас. Яна Поплавская вышла замуж. Наконец-то хоть что-то хорошее. За 7 лет совместной жизни с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше ее на 15 лет, он звал ее замуж 8 раз. Но официально расписались они вот только недавно. Надеюсь, что теперь Яна Поплавская, а вы посмотрите, какая она. Он ее 8 раз зовет замуж, а она ни в какую. Ты гляди, какая царевна. Ну, по крайней мере, так преподносится вся эта информация. Надеюсь, что теперь она станет чуть добрее, сдержанней и будет больше времени уделять своей супружеской жизни, а не всяким комментариям злобным. Поэтому совет да любовь. Помните актрису Нелли Уварову, которая играла Катю Пушкареву? А теперь посмотрите, как она перевоплотилась. Это так она будет выглядеть в продолжении сериала «Содержанок». Мне хочется сказать честно, что здесь, по-моему, она выглядит намного лучше, чем после преображения в Кате Пушкарева. Я понимаю, что, конечно, много времени прошло с тех пор. Но вот такая вот Нелли Уварова в «Содержанках» — это что-то необычное. Алла Пугачева, Максима Галкина, Андрея Макаревича, Чулпан Хаматова и всех-всех, у кого есть звание, кто покинул страну и возразил, и посмел что-то сказать не так, сейчас Минкульт уже готовит соответствующий законопроект, согласно которому всех этих артистов после 24 февраля, которые все уехали, да, их могут лишить всех абсолютно звания. Документ также затронет и тех деятелей культуры, кто публично осудил или не поддержал все то, что происходит в Украине. Вот так вот. Так что, друзья, теперь еще и будут у них также отбирать звания. Ничего удивительного, у меня уже просто нет слов. Хочется отмотать время назад, когда был мир, когда было спокойствие, когда мы обсуждали такие, знаете, новости реального шоу-бизнеса. Сейчас, конечно, происходит трэш полный, это просто ужас. Но нам с вами с этим всем нужно справиться, потому что, чтобы не происходило, еще раз напомню всех этих звезд, актеров и так далее, у них все будет в порядке. Нам нужно думать о себе. Главное со всем этим справиться, выдержать, выстоять и выйти нормальными людьми. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Сын Таисии Повалей решил прокомментировать комментарии Сергея Соседова, который набросился на сына Повалей за то, что тот отрекся от своей мамы. Напомню, вот что Соседов сказал, вот цитата сначала Соседова. Мне жаль Дениса, несчастный, обманутый, зомбированный мальчик. Отречься от такой матери. Да нет, ничего стыднее. Мать дала тебе все, в том числе и возможность жить в Испании. И вот Денис вставляет ремарку, не жить, а вывести семью от ваших ракет. Дальше продолжает Сергея Соседов. Таисия очень хорошая артистка. Она традиционная эстрадная певица высокого уровня. У нее потрясающий вкус, она никогда не гналась за модой. При этом Тая будет востребована всегда. Вчера, сегодня, завтра. То, что она поддержала Россию, прежде всего говорит об ее уме. Что она не только талантливая, но и умная певица, в отличие от всех остальных откровенных дурищ. Тая показала, что она человек, а сын, увы. Ну а сын Таиси Павали это все выложил на своей странице в Instagram Stories, где он, как видите, комментировал по поводу жить в Испании. И что вообще ему очень-очень сед, товарищ соседов. Ну, в общем, вы поняли, да? Комментируйте, друзья. А мы двигаемся дальше. Даша Астафьева вышла на связь. Значит, поделилась она историей, что не так давно ей приснился сон, в котором она встретилась с Аней Лорак. Ну и стали не там выяснять. Точнее, Аня Лорак начала предъявлять ей претензии. Даша, а почему ты зла на меня? Ну, говорит, как грустно, что невозможно во сне дать люлей. А так хотелось. Напомню, что Даша Астафьева одна из тех, кто очень хочет лично встретить Лорак и вмазать ей. Вот, видите, настолько хочет, что даже сны ей уже такие снятся. Все это она выкладывает в Твиттер. Комментируйте, друзья. А мы двигаемся дальше. Том Брэдди и Жизель Бундхен, к сожалению, разводятся после 13 лет совместной жизни. Об этом они сообщили в социальных сетях. Слухи о том, что их брак трещит по швам, ходят уже несколько месяцев. А источники говорят, что дело все в сосредоточенности Тома на спортивной карьере, которую он предпочитает жене и детям. Именно поэтому они и расходятся. Я даже помню, была такая новость, да, где она давала комментарий о том, что муж все свое время уделяет только работе и сосредоточен на ней. Словно семьи и детей у него нет. Но, естественно, Жизель это не устроила. Поэтому вот такая пара, к сожалению, тоже распадается. Увы. Руководитель кинокомпании Universal Pictures Дона Лэнкли заявила, что готова снять новый Форсаж с полностью женским кастом. Все верно. После девятой части фильма планируется выпуск еще двух финальных часей в 23-24 годах. Между небоскребами на машинах уже полетали в космосе тоже. Что дальше будет, я не знаю. Но вот руководитель кинокомпании решила сделать полностью женский состав. Показать только героинь в женском облике. Ну, почему бы и нет. Селена Гомес впервые откровенно рассказала о биполярном расстройстве. Об этом она поделилась в своем новом документальном фильме «Селена Гомес. Мои мысли и я». И вот ее цитата. «Когда я только узнала об этом, я не знала, как мне дальше с этим жить. Что, если это случится снова? Что, если в следующий раз я не смогу с ним справиться? Мне нужно было день за днем принимать его. Сейчас я чувствую себя гораздо счастливее и могу контролировать свои мысли и чувства». В 2014 году у Селены Гомес была обнаружена красная волчанка. Спустя несколько лет ей поставили диагноз биполярное расстройство. Она занимается развитием своей благотворительной компании, которая помогает женщинам с психологическими проблемами. «Селена Гомес не раз признавалась, что перестала пользоваться социальными сетями, так как они негативно сказывались на ее ментальном здоровье». Вот такая вот бывает обратная сторона всей той медали, о которой мы не знаем, потому что мы видим только роскошную, богатую, красивую жизнь. Все эти фотографии, вспышки и так далее. И все завидуем, и кажется, что у них жизнь прекрасна, а вот вам, пожалуйста. И биполярное расстройство, и психологические проблемы, и волчанка, и чего только нет. Это все очень грустно. Музыкант Джерри Ли Льюис, который считается одним из основоположников рок-н-ролла, к сожалению, умер в возрасте 87 лет. Об этом пишет пресса. Светлая ему память. И большое ему спасибо за рок-н-ролл, за то, что он приложил свою руку к этому. Твиттер, как я и предполагал, разблокировал аккаунт Канни Уэста. В начале октября его забанили за антисмитский твит. Он обещал перейти в смертельный режим. Три против еврейского народа. Но едва глава Твиттера сменился, как профиль Уэста снова стал доступен. Ну а Дональда Трампа пока что еще не разблокировали. Наверное, он в зале ожиданий. Возможно, пока выйдет ролик, его также уже разблокируют. Вот такой вот он. Илон Маск, что-то он задумал. А вообще я считаю, что это правильно, поскольку, ну подождите, тоже так неверно. Получается, что вроде как кричат про какую-то демократию везде и всюду. А по факту ты только скажешь что-то не так. То, что противоречит каким-то другим людям, слоям населения и так далее. Все, тут же тебя, получается, отменяют, запрещают, угрожают и так далее. Так подождите, а как тогда я должен работать? Вот я про себя, допустим, говорю. Вот я сижу, это мой авторский блог. Я, получается, не имею права вообще ни на что. Потому что если я что-то не так скажу, в смысле не так, это мои мысли, я говорю свои мысли. Они мои. Вы можете с ними не соглашаться. Но это не дает права никому меня отменять. Потому что это мое право думать, мыслить. Еще не хватало, чтобы за меня думали другие. Ну в смысле, это какой-то абсурд. Так же и с Канни Уэстом. Может быть, он несет и бред. Хорошо, вы можете так считать. Вы можете от него отписаться. Зачем не давать человеку возможность высказаться? Получается, что принимается только одна сторона, та, которая угодна каким-то определенным людям. Но так не бывает, ребята. Мы все разные, мы по-разному смотрим на все в этом мире. Если ваша позиция противоречит моей или наоборот, это еще не говорит о том, что мы должны идти друг друга мочить, отменять и так далее. Это просто иная позиция, иная точка зрения. Нужно научиться спокойно ее воспринимать, как бы это сложно ни было. Вот и все. А отменять людей только за то, что он что-то высказал, и это всем не понравилось. Но это тоже неправильно. Маруф. Кто-то еще помнит про Маруф? Как-то все мы забыли о ней. Так вот, Маруф тут недавно вышла на связь и сообщила поклонникам, что она в безопасном месте вместе с малышом. Напомню, что она пропала из соцсетей долгое время, не сообщала о своем состоянии. Прошлым летом она родила первенца, роды проходили в Киеве. Маруф была замечена в одной из киевских клиник. И вот появляется такая сториз. Hello, everyone. Мару is ok. Now she is the... Ну, короче, там вот, что она в безопасности. Со своей семьей и с ребенком. Спасибо всем, кто очень переживал за нее. Так что, если кто-то переживал за Маруф, с ней все в порядке. У меня только один вопрос. А почему все на английском языке? Я что-то не совсем понял. В Украине резко все стали англичанами. Я не понял этого момента. Также я не понял, почему у многих артистов украинских... Я не буду уже уточнять имен. Резко после того, как началась война, они выехали на гастроли помогать Украине, конечно же, само собой. Почему-то у них у всех все стало на английском. А почему не на украинском? Или не на русском? Почему все на английском? Я не могу понять, видите? Все уже перешли на английский. Ну, как бы окей, мы переведем, не вопрос. Это чисто риторический вопрос. Можете не отвечать. Я не прошу. Это мои мысли и не более того. Так что, сморо, все в порядке. Не волнуйтесь. В каком именно месте безопасном, никто не уточняет. Но, понятное дело, что где-то за рубежом. Как и все люди. Да, это еще один вопрос, который задавал Евгений Кот. Каким образом многим удается пересекать границу? Ну, давайте поможем ответить Евгению Коту на этот вопрос. А ну-ка, накидайте вариантов ответов. Каким образом людям во время войны удается пересекать границу? Тому же Владу Ями и всем остальным. Напишите свои варианты. Я уже просто молчу. На этом новости из мира шоу-бизнеса и не только все. Но у нас с вами есть еще замечательная, прекрасная рубрика хороших, добрых новостей. И сегодня, конечно же, она обязательно будет. Она нам просто жизненно необходима. И если вы все еще не спите и вы находитесь здесь, Пожалуйста, не забудьте убедиться, что вы поставили палец вверх. Сердечко это все одно и то же. Всем, кто это сделал, большое спасибо. Ну и конечно же, я вас всех приглашаю подписываться на этот канал. Подписка приносит всем счастья, удачу и хороший крепкий сон. Всем добра. Врываемся в рубрику хороших, добрых новостей. Погнали. Морские спасатели помогли киту освободиться от рыбацкого буя. Во рту кита запуталась 90-метровая высокопрочная веревка. После первых сообщений о попавшем в беду ките, спасателям потребовалось несколько дней, чтобы его отыскать. Спасательная операция осложнилась тем, что рядом с горбатым китом плыли два его сородича. С большим трудом люди вытащили веревку из пасти животного. И довольные проделанной работой проводили кита в добрый путь. Это невероятно, друзья. Помогать спасти кита, это уже, не знаю, на грани фантастики. Я просто преклоняюсь перед такими людьми. А на этом видео вы можете увидеть вот такого серьезного котика. Герой этого видео может заглянуть вам прямо в душу. У этого кота такая уникальная мордочка, будто он круглосуточно ненавидит все вокруг. Но на самом деле он очень милый, добрый и миролюбивый. Он просто ласковый до ужаса, нежный. Такое у него серьезное выражение лица, понимаете? Поэтому этот котик просто стал мегапопулярным. Не думайте, что он злой. Он просто серьезный. А мне он очень нравится. Коровка каждый день стучит рогами в окно, чтобы к ней вышли на улицу и погладили. Рогатая проживает на территории большого приюта для животных. С самого детства она привязалась к мужчине, который ухаживал за ней и кормил. Подзрослев, начала постоянно наведываться к его дому и наблюдать, что творится внутри. А когда она заметила любимого человека, то сразу же начинает стучать в окно. В такие моменты деваться ему уже некуда, ведь коровка не остановится, пока он к ней не выйдет и не приласкает. Вот что значит приучил к любви и ласке, а она теперь всегда приходит, каждое утро за ней. Знакомьтесь с этим хвостиком. Недавно он получил награду за то, что внимательно слушает людей. Пятилетний хвостик. В социальной программе чтения собак, которая призвана помочь заключенным в тюрьмах научиться читать, если они этого не умеют. Хвостик сидит рядом с людьми и терпеливо их слушает, тем самым давая им поддержку и выявляя в преступниках хорошие качества. Награду за такой важный труд вручал лично начальник тюрьмы. Вы когда-нибудь знали о таком? Вот вам, пожалуйста. Для чего еще хвостики у нас бывают? Трое школьников помогли полицейским задержать опасного преступника. Шестиклассники играли поздним вечером во дворе дома, когда увидели, как на 40-летнего знакомого напал пьяный незнакомец с кирпичом. Парни позвонили родителям, и те вызвали полицию. Преступник попытался скрыться, но школьники проследили за подозреваемым. Сфотографировали его и запомнили маршрут. Благодаря этой информации полиция очень быстро задержала преступника. Потерпевший, слава богу, выжил. А мальчики настоящие герои, за что им большое спасибо. И еще одна вам история, милая, на сегодня про усатого нашего няня, пушистого. Значит, кошка навестила малыша в детской кроватке. Ну и начала с ним играть, ухаживать. Любят котики и собачки с маленькими детьми. У хвостатой няни, как говорится, свой режим. Ее, в принципе, не интересует, что дети поздним вечером должны спать. Поэтому она пришла к нему и начала с ним играть. Конечно же, мама все это увидела по видеонаблюдению и пришла усатую пушистую няню. Забрала с собой, чтобы ребенок спал дальше. Но видео, конечно, обожаю такие. Ну и напоследок хочется прям вот с гордостью представить вам украинских защитниц, которые снялись для известного глянца Эль. Эль с французского переводится как она. А она в Украине сегодня именно такая мужественная, смелая, которая борется за независимость своей страны. Вот такие девушки. Их около 42 тысяч. Сейчас несут службу в рядах украинской армии. Честно, я потрясен, я в шоке. И это всего лишь такая, знаете, капля в море наших настоящих героинь. Вот они, героини, дамы и господа. Запоминайте. Не звезды, а вот эти вот девушки. Вот эти вот ребята, которые сейчас защищают нашу страну. Они и есть главные настоящие герои. Это единственная мысль, которую я всегда пытаюсь донести до вас. Надеюсь, что вы меня слышите и понимаете. А этим девушкам я, конечно, у меня слов нет, правда. Потому что на такое не каждый мужчина способен. Крутые. Огромное им спасибо. Дай бог, чтобы они все вернулись живыми домой к своим близким и родным. Каждой и каждому этого желаю. На сегодня это все. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Еще раз хочу всем пожелать впереди прекрасной продуктивной недели. Самое главное, чтобы она была легкой, непринужденной, позитивной, насыщенной, интересными какими-то моментами. Пусть все будет хорошо. Самое главное, сохраняйте в себе человека. Сохраняйте свое ментальное и физическое здоровье. Самое главное, ментальное. От этого будет физически хорошо. И пусть все будет хорошо вообще, друзья. Мы со всем справимся. Мирного неба над головой. До завтра. Пока-пока.